Москва, 16 мая, РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, ЕР, обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой поддержать привлечение российского тренера в качестве наставника футбольного клуба «Зенит». Аналогичное письмо также направлено депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Прошу вас поддержать инициативу значительного, если не подавляющего, числа болельщиков и выступит с поддержкой привлечения российского тренера в качестве наставника «Зенита». Данный шаг стал бы демонстрацией преемственности в российском спорте и способствовал бы развитию новых поколений наставников и спортсменов, написал в письме Милонов, которое находится в распоряжении РИА Новости. Депутат подчеркнул, что футбольный клуб «Зенит» является одним из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга во всем мире, а также в этом году клуб отмечает 93-летие со дня основания. К сожалению, во многом сложилась практика, что мы излишне гонимся за маститыми футболистами и тренерами, надеясь, что дорогой игрок или наставник являются синонимом победы в турнирной таблице. Пример других стран и даже ряда отечественных клубов показывает другую картину. Победу не купить деньгами, победа достается тем, кто влюблен в свое дело и вкладывает в результат свою душу, пояснил политик свою позицию. Парламентарий отметил, что сейчас в зенитовской среде вновь разгораются споры о кандидатуре будущего тренера клуба. Эксперты называют различные имена претендентов, но многие болельщики хотели бы видеть на тренерской скамье не какого-нибудь очередного иностранного гастроллера, а нашего соотечественника. Выходцы из отечественной футбольной школы и традиции, также написал Милонов. Руководство «Зенита» в воскресенье объявило, что договорилось о досрочном расторжении контракта с главным тренером 53-летним Роберто Мончини. Тренер возглавил сборную Италии, контракт рассчитан на два года, специалист будет получать 2 миллиона евро в год. Под руководством Мончини «Зенит» занял пятое место в чемпионате России и дошел до 1-8 финала лиги.